так привет всем привет хаюшки так чё не забыть то нужно музыку музыка такая есть которая не ютубовская так чё там еще в дискорде надо аня пришла класс аня 100 лет тебе не видел она стримов не было 100 лет ты аку вероника знакомая аватарка я фокусник так что ребят стримов не было 100 тысяч миллионов лет я сегодня к вам без тем а ну как у меня вчера стрим был на бусте позавчера был стрим на курсе короче у меня два или три стрима каждую неделю поэтому это у вас не было моих стримов а у меня мои стримы были вот я сегодня к вам без какой-либо темы так чисто с новым годом забежать вас поздравить пожелать вам всякого разного хотя возможно я вам ролик какой-нибудь запишу короткий шорт с поздравлениями в 31 как выложу везде вот а еще сегодня записал уже и даже смонтировал привет 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 записал и даже смонтировал половину приходи по потрешь вот записал половину 23 ролика это третий ролик про текст и типографику завтра запишу вторую половину смонтирую и можно будет уже на бусте смотреть вот а еще она одна учитывая что вы там разбежитесь все в субботу и воскресенье и нормальный ролик ну смысле нормальный в смысле курс про фигму вы не захотите смотреть потому что вам будет не до роликов поэтому скорее всего вам опубликую какой-нибудь записанный ранее фидбэк вот а еще во вконтакте уже опубликовал новую ветку так как я на выходных опубликую фидбэк то можно записывать новый фидбэк поэтому кто хочет во вконтакте так есть как-то штуку сюда сделать вот во вконтакте залетайте есть ребята у которых вконтакте не фурычит или у которых там ну какие-то свои там терки с контактом и они не любят пользоваться и уже сто раз уже обсуждали это ну дайте кому-нибудь ссылку чтобы тот кто пользуется вконтактом опубликовал вот тут вот есть а уже видите даже кто-то уже подсуетился ксюша молодец вот такие дела так а сегодня мы с вами посмотрим идет стрижка ничего себе привет двенадцатая группа привет вроде только недавно с вами выпускались вчера был позавчера последний что-то пипец ребята время так летит и одиннадцатая группа здесь ничего себе классно маленький мальчик хотите маленького мальчика сейчас я куратору позвоню где мой куратор ладно не будем не будем трогать куратора так про токены есть уроки про токены про фигмовские токены или про какие может быть в конце запишу у меня ролики идут от легкого к сложному то есть всякие там компоненты авто лаяуты и варианты и чё там переменные это будут в конце сейчас вот мы уже тексты а ну собственно все осталось там как копировать про калькулятор наверно будет супер каратыш и всего и пойдем компоненты то есть где-то через пять роликов а у вас это где-то в марте или в апреле если вы на бусте не подписаны если не в мае вот короче на бусте можно смотреть ролики на 3-4 месяца раньше но это ладно так значит ребят сегодня мы с вами смотрим работая работа мы смотрим на уже забыл где в дискорде смотрим да вот так работой смотрим так значит в чатик вам нужно скинуть вот на все о чем не скидывается у а не подсветила слушать о чем а и не скинулась о чем а и не скинулась потому что тут разрыв есть или что прикол какой-то ну кого-то будет скидываться а прикиньте ссылку улетают когда-то причем у меня же этому как модераторская роль прикол шляпа какая-то ладно аня спасибо что то есть без стримов тяжко эту вам может быть без стримов а мне вот со стримами не просто по 23 стрима каждую неделю значит заходите вот наш сервер они вам ссылку скинула значит тут есть на сервере канал который называется обзор работ там ребята смотрят работы друг другу я к сожалению этих чатах прям ну вообще не сижу потому что у меня увидите 13 14 12 он короче куча других чатов где там ребятам нужно искать ответы на вопросы или еще что-нибудь раз полезно им рассказывать поэтому тут есть ребята которые просто сидят там у этой знакомые ребята на вот кстати подписывайтесь классные пацаны так значит куда мы идем идем в критику работ вы тут смотрите оставлю черточки и после черточек в том порядке в котором вы выкладываете работы даже правильно общий сервер критика работ вот после этих черточек в том порядке в котором вы скидываете работы в том порядке смотрим можете кинуть�� мульте посмотрим можете скинуть и бехан с посмотрим но в смысле сама работа на б eater может у вас уже сверстанный сайт есть тоже кидайте не стесняйтесь вот если есть какие то вопросы то задавайте хорошо с прической то а я же такое починил прическу вот если есть какие-то вопросы то задавайте расскажу вам и а с вами сегодня часика на полтора наверное поможет на 2 если вопросы будете задавать работу скидывать иначе почекаемся кстати давайте почекаемся с вами расскажите раз вопросы вы не задаете так а где вообще может стрим вайпнулся может этот сам сам разговаривать дайте знать идет стрим или не идет ты не понимаю вопросов нет работы не скидывают и в чате тишина какая-то вроде все сообщения включены так чат идет когда открывать по что открывать стрим идет так слушайте там этаж конкурс на бесплатное обучение был но во первых конкурс уже закончился потому что сегодня вот прям перед стримом там человек видео записал вот и почему его нужно выбрать а конкурс то уже закончился это во первых во вторых я уже даже на почте разгреб там эти письма и 2 человек тоже взял хотя вроде собирался одного взять но взял двоих потому что новый год и такие дела вот еще возьму наверное одного или двоих за активность но просто ребята не очень понимает что такое активность например кто-то услышал что можно попасть на бесплатное обучение за активность и пошел там нафигачил мне сейчас 30 комментариев но ребята но это ты сейчас нафигачил 30 комментариев а потом заходить ко мне не будешь вот на за активности беру тех ребят которые давно уже активничают которые там уже полгода год а то и полтора и два вот и таких несколько на примете есть нужно только посмотреть все активничают ли они его инстаграме но состыковать их аватарки вот а тот кто там неделю назад подписался но ребята но через активность ну прям честно скажу но учитывая что есть другие ребята которые там уже давным-давно активничают попасть через ну то есть сразу попасть через активность, ну, шансов маловато. Поэтому не обижайтесь. Ой, это ж знакомые ребята. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим, что ты там отправляешь на верстку. Сейчас посмотрим, сколько мы тебе колобоков выдадим. Так, смотрите-ка, порядочек. А что ты еще? Ну, во-первых, вот что вот это такое? Во-вторых, что вот это вот? Тысяча. Почему тысяча? Девятьсот шестьдесят. Ты ж с двенадцатой группы, да? Ну, ты ж с двенадцатой. Я ж уже рассказывал, в двенадцатой группе, что надо делать девятьсот шестьдесят. Или ты с одиннадцатой? В одиннадцатой я, по-моему, еще не рассказывал. Так, стрим идет классненько. Всем привет. Привет, ребята. Значит, слушайте, кто там записывает заметки и кто там. В четырнадцатой буду рассказывать, что ты еще или у тебя девятьсот шестьдесят, а ты просто обозвала. Слушайте, я же даже вот здесь, вот в этом файлике, который... О, как там, alt3, звоните. Вот в этот файлик. Бум-бум-бум-бум. Так, курсор пока уберем. Вот, я же даже в этом файлике со своими заготовками тысячный макет. Вот, тысячный макет поменял на девятьсот шестьдесят. И здесь, а даже и в слоях. Потому что... Или это старый макет? А? Ну-ка, признавайся. Почему у тебя тысяча? Я же тебе должен был рассказать про девятьсот шестьдесят. Короче, ребята, если вы делаете тысячу, смотрите, если вы делаете тысячу и делаете девятьсот шестьдесят, казалось бы, разница в сорок пикселей. То есть, с одной стороны 20 пикселей и с другой стороны 20 пикселей. А прикол в том, что у заказчика на 25 процентов лучше продажи, если мы говорим про какой-нибудь интернет-магазин. Потому что у него появляется четвертая карточка. У тебя три карточки на девятьсот шестидесят. То есть, смотрите, есть тысячные девайсы. Вот тут вот. Представим... Короче, вот этот макет, это тысячный макет, который идет на диапазон от тысячи... двухсот семидесяти девяти. Ну, или там трехсот, там шестидесяти пяти, смотря какой у тебя был макет. Короче, давайте я вам чуть-чуть интересного расскажу. Смотрите, есть макет, который вот тысячный. И этот макет, он подтягивается на диапазон вот этот макет. Если у тебя там 1280, например, контентная область, минус пиксель, минус один пиксель. То есть, на диапазоне 1279 пикселей. Вот этот макет подтягивается вот в любой девайс. Например, у девайса там 1100 пикселей ширина, или 1200, или 1278, или 1000, или 1001. Любой девайс в этом диапазоне получает вот этот макет. Вот. И у тебя видишь три колонки. Вот. А если бы у тебя здесь было, например, 960, то у тебя бы диапазон был 1270... То у тебя бы вот эти три колонки тянулись короче, вот этот бы макет, где тоже должно было бы... А, откуда у тебя колонки? У тебя тут должно быть 4 колонки, тут должно быть 3 колонки, тут 2, тут 1. Где вообще надо колобка ставить? Родители школы. Ты заказчику делаешь сайты, которому потом не продаются товар? Смотри, у тебя было 4 товара, и ты делаешь 3 товара. Хотя тут у тебя даже сетка на 4 колонки, и ты вместо 4 товаров вывела 3. Я смотрю, что-то не стыкуются. У тебя вот здесь должно быть 4 товара. 1, 2, 3, 4. Тем более, у тебя было 4 товара. и естественно надо делать 4 товара то есть и спрятала целый товар чтобы у заказчика на 25 процентов смотри ты же эту сетку потом в каталог наверно бахнула где каталог а где каталог представим что это есть каталог короче ты вместо четырех товаров выводишь на планшете 3 товара уже на 25 процентов хуже продажи в общем вот тут вот должно было быть 4 а тут должно было быть 3 они два у тебя везде товары хуже продаются потому что карточек меньше вот и верстальщик делает так как тебя в макете вот значит тут должно было быть 4 этих товара да и вот эти вот 4 товара они бы короче вот вот тут вот везде было бы 4 товара вот но 960 макет он пипец какой популярный очень популярный девайс то есть вот таких вот девайсов но очень очень много и если мы делаем макет тысячу то на 960 приезжает не 4 товара потому что приезжает не этот макет а приезжает вот этот макет понимаете почему поставьте плюс к чате если вы понимаете и что если мы делаем макет тысячный то в 960 будет не 4 товара как здесь в тычном а будет три товара потому что вот этот вот макет девайс очень популярный девайс 960 пикселей получит три колонки и вот если бы вот здесь вот было 964 колонки то на этот популярный девайс 960 очень популярное разрешение приезжало бы 4 колонки не вот этот макет бы приезжал а вот этот макет смотрите разница в 40 пикселей вот тут вот по 20 пикселей и вот тут вот с каждой стороны всего лишь по 20 пикселей такая разница вообще и никто не заметит но из-за того что здесь было 4 а тут было три товара у заказчика продаются на 25 процентов хуже товара потому что их не видно ну каждый четвертый товар он просто на складе полиции его нету но если там через фильтр как-то не найдут поэтому естественно делать 960 вот к этому я пришел где-то ну наверное полгода назад поэтому я везде делаю 960 и всем ребятам рассказывать 960 а кто делает тысячный макет ну тут просто либо пока еще не сообразил что он ну то есть он делает макет и не думает о результате как я когда-то полгода и в ту сторону назад я не думал о результате а потом как задумался и понял что блин каждый четвертый товар заказчик просто не продает прикиньте а разница блин 40 пикселей вообще то есть на дизайн вообще никак не влияют 40 пикселей такие дела и естественно если у тебя было четыре товара надо его водить четыре товара прекрасно тебя сетка он лишь 4 колонки все прекрасно помещается 4 3 2 1 форму ваш супер изи очень легко заполнить вот и значит вот этот макет улетел на верстку да вот лишнего она делала но нет смысла показывать адаптивы одноколончатых попавов тут любой верстальчик запросто сверстает вот вообще если бы тебя папа был какой-нибудь на попав корзины где там а ну прям куча всяких элементов или попав какого-нибудь калькулятора тогда да а так это ты просто ну зря время тратишь и еще и файлы сложнее становится потому что это же все рендерится и тормоза появляются и верстальщика пугаешь когда вот это вот на него прилетает верстальчику в плане по папа обычного папа где блин одна колонка одна колонка одна колонка достаточно просто показать 320 потому что у тебя по сути здесь и есть уже 320 ну сожмутся там какие-нибудь вот эти вот вот так и все любой верстальчик справится даже тот который вчера блокнот купил так что вообще не надо вот этим заниматься если попав сложный тогда да выпадашки показала это молодец аккордеоны с выпадашками не подаешь тоже молодец колонок мало конечно даст как с колонками тебя надо было родителей школу и на первоспитание а где заголовок ну а где h1 те страницы без h1 те селушник под двери нацвет а вот смотри каталог нашли тебя здесь три товара а тут два ну было три стало два каждый третий товар исчез видишь как мало товаров ты продаешь с другой стороны если там плинтус я и мне издалека показалось что это радиатора ну то есть я думаю ну какие там радиатора но в плане сколько их ну там 20-30 моделей но не больше а это плинтус там тех плинтусов 5 миллиардов видов но нет надо делать три колонки на тысячном но на 960 а тут делать вернее 4 3 2 1 вот такая формула должна быть у тебя даже здесь где должно было быть три у тебя два короче и не будет продаваться ну смысле будет но слабенько в его и вот сломалась чуть-чуть короче с колонками накосячила вы бэк пришел про бэк аж рассказывал на последнем стриме в тринадцатой группе мы же пошли смотреть побил ли твой рекорд кто-нибудь никто не побил так что ты вообще есть подозрение что твой рекорд это как это рекорд какого-нибудь месси которого хрен кто побьет что бэк крутой знаете все вот что бэк он крутой так кто тут еще что спрашивает а может я не запушил ну может когда можете в комьюнити забыл запушить надо будет как-нибудь вспомнить после стрима что писали про комьюнити спасибо пожалуйста мы не смогли да там сколько у 70 с чем-то а у бэка 88 плюсиков даже 80 даже адрианин рекорд у которой было 80 никто не понял 964 товара до на 960 прекрасно помещая сейчас вот откройте любой сайт но любой не знаю marketplace там озон откройте у них даже на 362 колонки даже не один товар друг по другам просто одна колонка товара они умудряются даже два товара на самых малюсеньких смартфонах она тысячных у них там чуть ли не пять товаров вводит поэтому естественно продавать по три плинтуса по три плинтуса но каких там про то есть ну заказчика просто у заказчика есть возможность продавать больше товаров эту возможность укроп у грохал дизайнер просто придумав не тот не то количество колонок то есть на дизайн то вообще не влияет три или четыре колонки 2 или 3 ну да конечно как будто бы что-то там где две колонки и там больше место и как будто бы разместить элементы проще но на самом-то деле дизайнер как раз таки и должен разместить элементы так чтобы и товары продавались и было все компактно и читабельно они просто но сделать свою работу и не думать о результате так что 4 3 2 1 у знакомые ребята классненько спасибо что приходите 100 лет стримов не было наш на пусть и стрима провожу просто там на пусть уже 19 то есть раньше на пусть и не было пусть и поэтому вот на 19 стримов ютубе должны было быть больше а потом пошел на пусть а вот и поэтому сейчас мы стрим и на пусть и проводим меня каждую неделю 2 или 3 стрима 2 стрима на обучение стабильно и там каждую вторую третью неделю еще на пусть а на этой неделе и на обучении и на пусть и и вот у вас выкидила так где наш дискорд кто нам тут еще прислал он что там покликать можно они к с 11 тогда понятно то я думаю как-то ты это про 960 не в курсе вот как раз 11 это было полгода назад и в ту сторону а я вот полгода назад только сам до этого дошел что блин такого заказчика можно товаров больше продавать так что нам тут посмотреть надо написали или нет ксения что-нибудь написала а еще знаете об это про бесплатное обучение не дописал вот короче режим поплакаться есть ребята вот например смотрите я как заказчика выступая да я вот создал конкурс но и как заказчика оставляет на бирже проект и что подкликивались он потом выбирает время чтобы время выделить и пройтись по всем откликам посмотреть кто чё там хочет кто что предлагает вот а есть ребята ну пипец их так много но я не знаю ну штук 20 наверное вот за последнюю неделю мне писала в личку присылают спам какой-то ссылки ссылки что-то миллиард сообщений ну не миллиардом семь сообщений одну стену текста вторую стену текста они думают что вот я должен прямо сейчас читать их историю но я же не могу сейчас вот прямо все бросить и считать 4 твой текст естественно я читать его не буду и пойду дальше я завтра уже не вспомню кто мне писал если бы это было где-то там на почте если бы это было под конкурсом я бы эти комменты увидел потом когда буду все комменты читать я бы твой прочитал а ты мне спамишь в личку во первых это такой навязчивый спам который хочется просто сразу в бан отправить а во вторых естественно я сейчас это читать не буду ну то есть и витки в стену текста скинула которую я читать не буду потому что я щас уйду дальше там по своим делам и потом я уже не вспомню кто ничего писал потому что в инстаграме у меня проходной двор очень много сообщений прилетает естественно ничего не найду и вот эти вот ребята которые спамят навязчивой они думают что вот я прямо сейчас должен все бросить и их выбрать у меня какой вариант или тебя сейчас выбрать и на всех остальных забить или я иду дальше и забуду что ты писал естественно и забуду можно положить порядочек перенавести тут например заявки с 10 июля ладно так тоже нормально коряло только предлог висит пока чё это у нас медленная анимация очень медленно а что еще дальше ну смотри целый экран вот целый экран пустоты можно было вот эту штуку например разместить где-нибудь вот здесь и приподнять в общем чтобы не было вот такой дырки чтобы и верхний экран и нижний экран они уже появились потому что так так вот совпало что ты и что ну а где продолжение оказывается вот если торчало вот так ты понимаешь а вон там текст и тогда идешь дальше читаешь ну прикольно было если по вот эти вот капельки ползали их же можно просто растянуть ну капли и то что капли будут деформироваться ничего страшного их можно тупо растянуть то есть взять вот эту по нгшку или джопегину или свгшку и тупо по игреку даже не пропорционально даже на x забить просто по игреку растянуть и будет прикольная анимашка что они такие вот растянутые как сопли и будет клевенько это типа ссылочки палец не меняется но цвет не меняется и как будто бы непонятно ссылки не микро анимашки есть это приятненько картинок нету картинки что долго грузится картинки наверно надо их раньше проявлять смотри вот приехали и нет ничего пока курсором не наведешь как-то странно работает ну да тут странно что-то не то не дать делала до конца тут вот смотри зажата там вот очень воздушно в первых экранах огромный смотрите огромные отступы но вот вот это вот по сути внешние отступы внешний отступ первого экрана внешний отступ 2 блока с текстом смотрите они огромный целый экран потом берем какой-нибудь другой блок футер например вот тут вот тоже весь какие маленькие вообще там одна восьмая экрана а тут еще меньше внешние отступы надо делать одинаковыми чтобы было аккуратненько ссылку оставила на себя ну-ка сейчас посмотрим чатик но сейчас откроем какой-нибудь инстаграм там что-нибудь классное посмотрим форма что-то потерялась а где у тебя вален форма самая главный призыв это форма а ее нету кнопка как у тебя даже кнопки нет это ж не кнопка это просто присылайте нам почту и вот пишите на почту тут вон была какая-то кнопка овальная подать заявку что спадали а сюда скролли это смотри вот за это у нас сразу плюсик в домашках улетает у тебя сделан мгновенный скролл смотри мы нажимаем и ощущение что мы попали куда-то в другую страницу как будто бы открылась но внутренняя страница нет вот этого ощущения как будто вот мы нажали и нас проскроллила вниз как будто мы на этой странице вот за такие фейлы у нас плюсики улетают в домашках ховеров нет вот надо делать полный скром тошно теле ты сделала но там же есть этот какой там забыл какой номер там этого блока а вот так и называется плавный скролл в этом в поиске набит просто добавляешь в конец плавный блок планы скром даже настраивать не надо ты его просто добавь через плюсик и у тебя скролл станет плавным вообще изи делается короче форма потерялась как тот пусто выглядит нет какого-то такого призыва вот это вот даже но она не читается как заголовок какой-то все нет ну короче нет какого-то акцента на главном призы как-то стрелочка как-то ну не хватает стрелочки нет какой-то такой ты заманухи можно орнуть там сделать огромным пиши на почту присылай заявку вот это вот делать очень очень небольшим есть какой-нибудь большие тексте нету вот пятно вот такой смотри вот так выше у тебя акцент есть классный а тут нет вот вставь сюда тоже кляксу такое с текстом не хватило в конце какого-то призыва так чего идем куда идем дальше привет пум 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 так часы вопросы по чеку вот нам что-то прислали пьер дун прислал на разбор так вопросики как то вопросы ваши открыть а я тут могу смотреть так 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 думал побьют бэк ну видишь не побили даже не приблизились да так что бэк пока легенда какие нейросети есть бесплатные я использую majorney и рейкаст и они majorney использую для картинок а рейкаст использую для текста вот ну рейкаст это тот же g5 только не чат g5 ну то есть оболочка другая а также принцип тот же самый вот просто так вот альт пробел нажал и можно вот сразу печатать вопрос то есть не надо куда-то на сайт и короче все то же самое просто через альт пробел которым я вот и ролики и там ищу и переводчик у меня тут и смайлики если нужно какой-то смайлик вот хоба и сразу пошел смайлик нашел скопировал короче альт пробел это прям тема а так то платная штука по моему не помню 18 долларов стоит вроде бы или 8 не помню ну и majorney бесплатными не используюсь вот а какие они есть сейчас вроде там у яндекса что-то вроде бесплатное хорошее но я не узнавал точно так какие ты считаешь должен уметь использовать photoshop иллюстратор короче core of draw это прям нового точно не надо иллюстратор можно уметь открывать и просто перегонять apps в а и чтобы можно было а и короче чтобы у тебя открывались файлы которые ты можешь а чтобы можно было в svg иллюстрации сохранить открываешь иллюстратор сохраняешь в svg и потом svg-шку перетаскиваешь фигму вот это вот надо уметь ну то есть по сути не надо никакие там кнопки в общем программы они же в принципе все очень похожи если ты умеешь фигму то с иллюстратором прямо с самыми базовыми кнопками ты справишься то есть нарисовать какую-то фигуру линию там первом что-то ввести это ты так принципе умеешь если ты умеешь фигму то же самое с photoshop если ты умеешь какую-нибудь одну программу ты умеешь уже на автомате другую тебе чтобы чуть подробнее изучить ее не нужно месяц здесь какие-то туториалы читать достаточно там покликать кнопки там ну два-три часа да и то это много там 20 минут это уже разберешься другое дело какие-нибудь коллажи сложные делать там маски как-то вырезать обтравливать но это уже другая история тоже коллажирование тоже не варь дизайн вот поэтому кровь dro вообще не нужен иллюстратор просто чтобы открывать и сохранять какие-то из огушки потому что если ты покупаешь a svg на стоке ну или или покупаешь или покупаешь то они будут в эпси или в а и то есть фигму напрямую не перетащить поэтому нужен иллюстратор просто чтоб можно было перетащить фильму есть плане который это делает но он прям суперкорявый, и там большие иллюстрации просто не фурычат. По-моему, так и называется Figma to AI, или там иллюстратор to Figma, что-то такое. Photoshop, ну, Photoshop надо на базовом уровне знать, а там суперкакое-то коллажирование не надо. Вот, лучше верстку знать. Ну, в смысле, не уметь верстать с нуля, а понимать, как верстка устроена. Вот это вот нужно знать. Чтобы не делать неоправданные блоки, например, хотите, вот покажу вам неоправданный блочок. Супер неоправданный блочок. А, девонька уже, наверное, исправила. Сейчас я гляну, Ремзи, исправила она или нет. Так, домашние задания. Кто это был у нас? А, Оля Семенова. Ну-ка, ну-ка, сейчас узнаем, успела она исправить или нет. Покажу вам одно место, и вот вы поймете, почему верстальщики не любят макеты от дизайнеров. А, не исправила. Вот, смотрите, есть футер, в котором всего два набора ссылок. Один набор и второй набор, и какие-то контакты. Тут два набора. И вот смотрите, дизайнер прекрасно все разместил, разместил, а потом тут придумал аккордеоны. потому что как будто бы два набора ссылок друг под другом занимают кучу места. И смотрите, появилась новая верстка. Да, то есть верстальщику вот тут вот не надо было верстать какие-то аккордеоны, не надо было делать новый вид верстки. Вот, а тут уже, здрасте, вот для смартфонов делай аккордеон. Это во-первых. Во-вторых, аккордеон же изначально будет скрыт, ну то есть можно сделать, чтобы он и развернут был один из двух, но скорее всего верстальщик сделает, если там дизайнер заметку не ставит, сделает закрытый аккордеон. То есть изначально ссылки будут скрыты, то есть надо целый клик сделать, чтобы посмотреть, во-первых, первый набор ссылок, во-вторых, посмотреть второй набор ссылок. Это два клика. Сейчас вон в Инстаграме сколько людей отвалилось, потому что появился VPN. Ну не сейчас, уже давненько. И все, из-за одного клика там каждый второй уже не пользуется Инстаграмом. Ну а каждый первый там по своим другим причинам. Вот, а тут смотрите, тут же прекрасно помещался один набор и рядом второй набор. Ну прекрасно влезло бы сюда два вот этих столбика. Есть смысл сворачивать в аккордеоны, если было много ссылок, например, в каком-нибудь СНГшном интернет-магазине, там пипец как много этих ссылок. Озон какой-нибудь откроем. Или там связной. Там же пипец, что творится в футере. Связной там, по-моему, много. Ну что-то прям наверняка. Вот, смотрите, один набор, второй набор, третий, четвертый. Вот это уже есть смысл сворачивать в аккордеоны. То есть на смартфонах мы, да, делаем четыре аккордеона, потому что четыре столбика, они тут растянутся, ну, на три экрана. Вот, а у тебя тут прекрасно помещалось все просто рядом. И даже здесь, учитывая, тем более, у тебя английский, и тем более там короткие слова, и сам английский, он компактнее, тебе прекрасно все помещалось сразу. И вот видите, дизайнер придумал аккордеон, верстальчику нужно верстать аккордеон, сам себя он не сверстает, это прям, ну, надо кнопки нажимать. А можно было сделать просто два столбика рядом. Вот почему дизайнеры, верстальчики, хорошие, опытные верстальчики, не любят макеты от дизайнеров, которые, ну, вот так вот могут сделать. Вот. И вот нужно знать принцип верстки, чтобы понимать, ну, что изменилось. Вот что нужно знать. Не какой-нибудь там коров-дро, а вот чтобы вот таких макетов не было. Понимаете? Две колонки поставь, даже тут прекрасно влезут. Даже если вот тут не влезут, вдруг будет какая-нибудь длинная ссылка. Ну, вдруг такое случится, он как на связном, например. Ну, будет у тебя один набор под другим набором, это все равно будет один экран. Даже если это будет полтора экрана, это не три, не четыре экрана. Оставляем и не мучаем людей. И верстальчика не мучаем, и людей, которые сюда зайдут, не будем мучать. Вот что надо знать. А вы там коров-дроу какие-то хотите изучать? Коров не нужен. Так, привет, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Рад, что нравится контент. Есть ли смысл делать аккордеоны в футере, как будто и нет. Ну, вот видите, в бэк шарит. Тут как будто бы и нет смысла. На какой процесс системе работаешь? На маке. Я когда-то этим летом или тем, забыл, или этим или тем летом, я поработал на даче на макбуке, и осенью, когда вернулись обратно в город, я не смог на винде работать, потому что, ну, это не то пальто вообще. Особенно, если ты не просто дизайнер, а дизайнер-блогер. Когда у тебя одна экосистема с телефоном, то есть скопировал на компе, вставил на телефоне, это, ну, вообще меняет правила игры. Если ты блогер, надо скопировать инстаграм или там кому-то сообщение отправить. Ты там ctrl-c нажал, тут ctrl-r вставил, вот это на винде у меня не работало. Ну, плюс куча всяких других там этих программчиков, там, и даже Excel взять, там, ну, на винде совершенно не... То есть не сам Excel, а, ну, не знаю, вот смотрите. Сейчас вот видно вам. Вот видно вам. Ну, да, вам чуть-чуть видно. Вот у меня тут вылезло, вот, например, 14. Ну, короче, вот все мои группы. Тут вам половина списка вылезла. На винде так не работает. То есть мне нужно выбрать конкретный файл Excel, чтобы, ну, открыть его. А тут я сразу, ну, прям быстрый доступ к любому файлу. Вот это вот очень удобно. И вот в таких мелочей, ну, очень много. Поэтому я не смог и купил, это, продал винду, купил, ну, вернее, не продал, стоит вот, и биздел. Мне же винда нужно раз в три месяца отправить налоговую декларацию, и поэтому на маке не работает наша белорусская налоговая, и поэтому приходится винду еще терпеть раз в три месяца. А так Safari пользуюсь. Ну, стандартный этот Safari, как он там? Safari от этого, от Makosi. Раньше в Google Chrome было, но что-то мне Safari больше нравится. Хотя Safari глючит, но с паролями как-то вообще и получается. Там в Google Chrome можно, конечно, установить какой-нибудь там Last Password или еще что-нибудь, а тут нативная эта штуковина, ну, пароли, которые и на телефоне, и на iPad, и везде-везде. Очень нравится. Спасибо, Александра. Приятно. Клево. Рад, что нравится, ребзя. Что хотите ко мне на обучение. И сегодня там написал парень. Сегодня или вчера? Сегодня. А, я же в сторис выложил. Что это? Хотел в школу идти, в одну там распиаренную, а в итоге меня выбрало. Мне так приятно, что меня сравнивают со школами. Ну, то, что меня даже сравнивают со школами, это уже пипец как приятно. А я даже, ну, не в школу вообще себя не позиционирую. Просто делюсь опытом. Вот. Так, куда мы идем? Так, а тут даже не сравнивают, а выбрали меня. Так, мы идем смотреть макет, как там, пейердун. Вот макет. Этого не ховера, фокуса нету, кнопка какая-то скомканная, крестика нету. Вот, попавчик такой, ну, какой-то неаккуратный. И вот, смотри, у тебя кнопки такие, а тут как будто разные дизайнеры делали. Вот же у тебя, смотри, скругление такое, кнопка такая, и цвет, ну, короче, вообще, совершенно все другое. Как будто бы вот это делали разные дизайнеры. Компонентами пользуешься? Молодец, пользуешься. Вот, смотрите, 4, 3, 2, 1. Все, у человека даже 6 товаров. Вот вообще молодец, впихнул. Даже тут практически 5 товаров влезло. Пользуешься компонентами, человек мол, а вот тут не молодец. Вот за это плюсик сразу улетел. Ну, и как вот найти какой-нибудь каталог, а? Как пользоваться твоей панелью, если у тебя тут цифры, а где название страниц? Сразу бы плюсик улетел. Ну-ка, давай что-нибудь внутри посмотрим. А у тебя есть огрызки? А нет, у тебя есть нормальные макеты. Сорян бы. Не туда гляну. Ну, внутри там все четенько. Внутри молодец. Хедер, правда, не сверху, но ладно. Так, четенько выглядит. Что это у нас? Пицца? А, суши. Сейчас же суши на Новый год целый квест заказать. Все уже везде, все позаказывали. Тебя уже никто не хочет слышать. Тут вот некрасиво. Должен быть какой-то или воздух, или прям должно быть еще сильнее налазить и сделать как-то, чтобы не было вот такого небольшого недоразумения. Тут должен быть какой-нибудь хороший. А что не двигается? А, потому что я не могу подвинуть. Да, понял. Слиплось все. Вот это визуальный шум. Тут лучше делать табличку, обычную, название. И ты, смотри, у тебя очень много всего шумит. Вот это вот, скорее всего, вряд ли на село как-то будет влиять. Потому что у тебя, вот смотри, у тебя же тут нет вот этого суши нигири, суши и всякие. Тут ты тут не пишешь. То есть тут для село ты не пишешь слово суши, потому что ты понимаешь, что заголовок написал, и так все понимают это суши, это роу. Тут тоже не пишешь роу филадельцы, то есть тут тебе на село, как будто бы все равно. Когда спрашиваются, а почему ты тут вот это вот все повыводил? Смотри, у тебя вот сколько визуального шума. Вот это вот пипец как ребит. Да, у нас там нет вот этого классного знака бакса или знака там российского рубля. Нет. Но, учитывая, что это для нашего региона, то можно просто писать рубли. Если ты делаешь сайт конкретно под страну, то не обязательно писать белые рубли. У нас он откроет любой сайт, никто не пишет белые рубли. Так все понятно, рубли, рубли, рубли. Вот, поэтому я просто убрал бы вот это, а слева название, а справа цену просто обычной аккуратной табличкой. А у тебя еще косяк с дивайдерами. Дивайдер от слова divide, разделять, делить. Вот эти штучки, они делят соседей. А у тебя видишь вот эта вот линия и вот эта линия. И сделали так, что твой текст относится, видишь, тут нет никакого дивайдера, относится к вот этому заголовку, потому что они стоят внутри одного дворика. У тебя дивайдер должен быть снизу, чтобы вот этот текст относился к своему заголовку. И контраста нет. Ну, да, вот этот плюсик изменился на минус, но какой-то он такого же цвета. Этого абзаца нет, у предлоги уже мог там три клика сделать этих несчастных. Что-то обтравил, как будто бы не очень. А нет, ладно, нормально. Обтравил хорошо. Ну, как будто бы. Ну, ладно, отравил нормалек. Вот это место, прям, ну, неудачненько. И когда вот такой текст получается, ну, значит, что-то сделал не так. Значит, надо уже делать вот так. Смотри, как хорошо, когда текст хотя бы по несколько слов влез. Тут, конечно, коряво получилось. Этот заголовок надо сделать сильно меньше. Ну, прям не сильно, но чтобы отступ какой-то был. Ничего страшного, что там какой-то лишний медийный запрос получится. Но раз текст не влазит, надо сделать так, чтобы лез. А вот у тебя два кликабельных элемента. Как нажать на почту, чтобы не запустился телефон? Или наоборот, как нажать на телефон, а в смартфонах телефоны кликабельные? Как тут нажать и не сломать второе? Никак. А надо, чтобы было как? А в сетку? Так ты проиграл в сетку? Сейчас смотри, там... А, слушайте, у вас же там на подходе 14, 15, 16 ролики, а не 3 про сетку. Это то, что вам никто нигде никогда не расскажет в Ютубе. Может, там где-нибудь на платных курсах, и то я прям очень сомневаюсь. Вот. И посмотришь ролики, сейчас вот выйдет, наверное, там завтра-послезавтра стрим, не стрим, а разбор работ, а потом, когда вы там очухаетесь от элевьешки, будут вас ждать 14, 15, 16, 3 ролика про сетку. И там я тебе рассказал, что надо делать элементы по колонкам. Вот если у тебя элемент занимает вот стоп... Во-первых, ты тут в колонку не попал, ну ни в какую, а тут у тебя даже вылезло, ну вот надо начинать с колонки, а не заканчивать. А ты закончил не колонкой, ты закончил отступом, а тут даже не... Ну, короче, вот это вот, ну, неправильно. Можно было бы сделать карточки, например, которые занимают 5 колонок, и поделить там как-то, как они делятся. Но у тебя же карточки не 5 колонок, а еще чуть-чуть. Вот, в сетку ты проиграл. Вроде бы и ставишь по сетке элементы, но с карточками у тебя не задалось мимо сетки. Вот смотри, яблочки, которые стоят по сетке, тут просто по центру идут нормально. А это что? Будет строповское недоразумение. Ну, тут ставь просто две колонки или три колонки и все. Тут тоже у тебя же отступ должен быть. Ну, у тебя есть отступ, тебе надо начинать карточку с колонки. Зачем ты делаешь вот такой отступ, который еще и тут отличается? И тут то, ну, что-то вообще мимо сетки. Не, надо в сетку целиться лучше. Растальчику такой отправишь, он тебе на среду под дверь. Ну, как так мимо-то все? Тут вот нормально. И тут нормально, а тут не нормально. Ну, возьми, ты сделай фотку и форму одной ширины, чтобы было аккуратнее. Так, пойдем еще кому посмотрим. Ну, вопросы почекаем. Привет, я перду на мой макет, будет следующим. Привет, скучаю по Маку. Да, ребята, если вы слышали фразу «Ты просто на Маке не работал?» Пипец, вот это прям, ну, да. Особенно, если вы собираетесь еще какой-нибудь личный бренд ввести или особенно, если вы еще бложить собираетесь. А если у вас еще обучение, где нужно кучу всяких емейлов, кучу всяких, ну, короче, копировать туда-сюда, а на винде с телефон... Я не знаю, просто у меня была винда, а телефон iPhone. Если бы у меня был Samsung, я не знаю, фурычет ли винда с этим, с Android, можно ли скопировать на винде Ctrl-C нажать, а на смартфоне Ctrl-V, чтобы вставилось. Напишите, у кого такое, работает это или нет. Вот. Меня, к сожалению, было не так, поэтому я, когда попал на Мак, совершенно настроение стало другим. Привет, тринадцатая группа. Привет. Такие ребята все знакомые по никам или по аватаркам. Клево. Хотел спросить про создание портфолио, но сейчас нагуглил стрим годовой давности, актуален. У меня про портфолио, по-моему, четвертый стрим или четырнадцатый или четвертый, там, ну, вообще, в самом-самом, когда-то там в начале. Ну, в целом, там просто общие советы, поэтому, да, можешь посмотреть. Когда советы какие-то общие, то есть не конкретно какой-то, не знаю, там, какую-то работу смотрим, а когда общие советы, то да, как оформлять портфолио, можешь посмотреть. Хотя стримов уже девяносто три, вот это какой-то стрим девяносто три или восемьдесят третий, а там четвертый или четырнадцатый. Так, пойдем еще к кому посмотрим. Ангелина, та самая Ангелина, хотя так много Ангелин в последнее время, рядом где-то в чатах, что как будто бы, а, кстати, Ангелину там... А, погодите, это Ангелина была? А, пердулым, прости, это был макет Ангелина. А, так ты и написал мой макет следующим. А я подумал, что твой макет будет, ну, следующий, когда ты когда-то там пойдешь, типа, делать новый макет. Понял, это была Ангелина. А твой макет вот сейчас откроем. Очень хотелось бы... Спасибо, это приятно, что тебе интересно мое обучение. Если у нас текстовые инфы на сайте, то в адаптиве мы ее урезаем или так же оставляем? Во-первых, ребята, вы должны понимать, что текст... Так, давай Ангелина откроем. Ангелина там был ли адаптива? У тебя тут нету. Смотрите, у нас есть текст. Был бы текст. Ну, представим, что вот заголовок, например. О, ну, вот смотрите, вот этот заголовок не помещается. И мы сейчас сделаем так, чтобы он как будто бы помещался. Вот, есть текст. И ты вот спрашиваешь, а можно ли текст... Ну, представим, что тут было много текста, и ты такой хоба, а взять половину убрать. Нельзя. Это будут для верстальщика, это два разных текста. То есть это два разных... И даже, знаете, что для верстальщика разное будет? Даже если вы сделаете, не знаю, вот так вот вы сделаете. Ну, понятно, да. Одну букву поменяли, но для верстальщика это разные контейнеры. То есть ему придется делать дубль контента. И этот, и этот текст ему придется грузить оба. Но у этого будет непрозрачность 0%, у этого 100%, а здесь наоборот. Второму включать 100%, а первый выключать. Вот. И получается, как будто дубль контента. И все вот эти вот скрыли... Во-первых, дубль контента на SEO очень плохо влияет. А во-вторых, дубль контента... Эти... Google и Яндекс... Ну, на SEO плохо... А, я сказал на SEO. Дубль контента... Ну, на SEO, да, плохо влияет. Вот. Это во-первых. А во-вторых, а ну, собственно, по этой причине и это, и говорю. Короче, Google и Яндекс очень не любят скрытые тексты. Вот. И когда мы тексты скрываем, а тексты, это же есть SEO-шные тексты, есть не SEO-шные. Если мы говорим про SEO-шные тексты, ну, о заголовке. Заголовки вообще нельзя дублировать. Ну, скрывать какой-то заголовок, потому что заголовок это в первую очередь тело. Тут просто заголовка нет. Ну, в смысле, он как будто бы есть, но это не аж один. Но никто не будет печатать, каждый день начинается с наслаждения. Смотрите, тут нет вообще ни одного слова, которое бы люди гуглили. Вообще. Суши нету, роллы нету, Санкт-Петербург там или Москва, или там Киев нету. Никакого даже региона нету. Люди будут печатать... Чего мы печатаем? Купить суши Минск или там заказать суши Минск или суши Минск доставка. Или там суши доставка просто, ну, даже без города, если мы там у нас где-то по нашим сайтам лазим. Тут нет ни слова доставка, ни слова суши, ни региона, ни хрена нету. И, естественно, вот этот заголовок работать не будет. А придет сюда сеошник, он объяснит это заказчику, и тут будет совершенно другой текст. И поэтому совершенно другой текст может занять 6 строк, может занять одну строку. Потому что мы не знаем, какой будет текст и какой у него объем. И, естественно, аж один заголовок, это в первую очередь аж сел заголовок, аж один. Да и, в принципе, все остальные. Вот видите, аж два суши. То есть то, что будут искать, тут и есть это в заголовках блока. Поэтому аж один, естественно, будет совершенно другим. Значит, скрывать его нельзя. Да. Так, самый прикол в том, что даже если вы не то, что букву поменяете, а, например, вот было все так, но, например, не знаю, у тебя вот тут вот, например, предлог нам не влез какой-нибудь. О, вот так. И ты такой, о, надо же предлог перенести. И все, ты перенес предлог, ты сделал разрыв строки. И смотри, у тебя тут строка порвалась. Короче, не хватает, но строка порвалась. А, я это, я Shift, Enter нажал. Enter. Смотрите, я нажал Enter. Блин, все равно не видно вам. Короче, я разорвал строку, а тут строка, ну, ее никто не рвал. Вот. А для верстальщика в плане текстов это, ну, не то, что для верстальщика, для сайта. То есть верстальщик-то в любом случае, то есть верстальщик даже не заметит разницу, что здесь была какая-то порванная строка, потому что с большой вероятностью верстальщик начинает верстать с десктопа, он забирает вот этот текст, верстку, и вставляет текст, в котором не было никакого разрыва. Ну, вдруг тут там прекрасно все поместилось. Вот. И он вот этот текст забирает, а вот этот текст, который ты там где-то разорвал, его даже не будет в верстке. Но если вдруг будет и то, и то, то для верстальщика и это, и это, это два совершенно разных текстовых блока. А значит придется, ну, либо забить верстальщику, либо делать дубль контента и насрать по двери, потому что, ну, пипец. Из-за одного там разрыва строки делать два, ну, ни один верстальщик этого делать не будет. Он просто возьмет или одно, или второе. И у тебя тогда с макетом не будет стыковаться. Вернее, у него с твоим макетом, потому что где-то есть разрыв, где-то нет. Короче, и нельзя менять тексты. Вот. Для адаптивов текстовый блок, в котором есть какое-то изменение, не знаю, точку убрал, там восклицательный знак убрал, там цифру поменял, букву изменил. Это совершенно новый текстовый блок. Менять нельзя. Такие дела. Так, что-то малюсенькое какое-то. А нет, наоборот. А что это такое? А это картинка. Я уже испугался, что это за качество. А ты просто трясал или что-то? Старая версия. А, старая версия. Было так, стало так, так, а по сути ничего не изменилось. Ну, картинки-то другие, а так-то, ну, контраст пропал. Смотри, тут был хороший контраст, заголовок видно, а тут как будто бы и заголовок стал хуже. Ну, так-то приятнее. Ну, ладно, а тексты тут приятно. Хотя тут в глаза сразу заголовок бросается, как бы определить проще. Вот. А по большому счету-то ничего и не изменилось. Все то же самое. А, вот эта штука добавилась. В сетку промазал. В сетку проиграл. Как так можно? Если ты мимо сетки делаешь, то тут два варианта. Либо тебе нужно менять сетку, менять отступы между колонками, чтобы попадало в сетку, либо делать карточки шире, чтобы попадало в сетку. То есть в любом или во втором случае тебе нужно попасть в сетку. А еще нужно каждого дизайнера просто заставить сверстать свой макет, чтобы они понимали, что, ну, вот так вот нельзя. Ну, ребята, надо по сетке делать. Тут что-то, ну, ладно, тут может количество 7 штук, 7 не делится на 4 и на 3, тогда ладно. Ну, тогда отступы, смотри, ты подружил отступы вот с этими, как будто бы, да? 100. Ну, нет, не подружил. Ну, надо же уже отступы подружить между собой. Вот тебе и отступы не подружились. А так, ну, стандартная доставка, нормально. Нормально, вот тут классненько. И современные вот эти отступы есть, и скругляшки вот эти, вот тут классненько. А если цифр больше? Ну, нет, так не надо. Ну, реально, у человека больше цифр. И что ему делать? Или там этаж какой-нибудь, 130 какой-то. И что? Два эти, и что, вот ему 13 писать? А потом звонить, уточнять, в комментарии тут, слушай, я там на 100 этажей. Нет, так не надо делать просто поле. И там человек сам уже разберется, какие символы ему печатать. Так нельзя делать. А что плюсики разные? У тебя в одном макете разные плюсики. Как ты так? Смотри, вот эта штука, вон какая стала. Ты вот эту штуку перетащил туда, и она изменилась. Как? Что ты нажимаешь? Ну, понятно. К, наверное. Надо быть чуть аккуратнее, чем вот так. Тяпляк такой. В общем, вот эти вот булочки классненькие. А тут, ну, как-то развалилось все вообще мимо сетки. А вот эти булки классные. Столько повторов, и нет компонентов. Вон же у тебя точно такой блок, и не в компоненте. Иконка. Иконки вообще по умолчанию, да? У тебя же есть иконка. Смотрите, иконка в компоненте, а тут она без компонента. Как так? Тут она вон красненькая, а тут что-то черненькое. Потому что не в компоненте. Тут вот перекрасило, а там не обновилось. Потому что не в компоненте. Так, это посмотрели, посмотрели. Кому еще пойдем посмотрим? рита белая прислала так что она прислала игру какую-то прислала так вопросики чуть опыт наберу с помощью youtube это лёша добавил ссоре тан 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 макет как помпу 13 группа если кто-то из вас попал на сайт лёша и ждите заказов проверено да я бэк у тебя там я думаю нормально все уже так классно получалось что у тебя ну не может быть по-другому так все слушайте про это про бесплатные места я ответил а еще спрашивали если вариант попасть в 14 группу есть это прикольно в общем ребята которые бронировали места осенью на зиму у них у некоторых поменялись планы кто-то там уезжает у кого-то там отпуск у кого-то еще что-то и многие сейчас и не могут а там уже 15 человек где-то отказались и со следующей группы с 15 в 14 уже перешло 15 человек но где-то 15 может 14 вот ну и в среднем обычно по статистике она так и получается где-то там от 10 до 25 человек пока они ждут полугода у них за полгода там или с финансами проблема или там планы меняются или еще какая беда вот и бронь слетает так вот прикольно что вот когда я вот эти вот 15 человек со следующей группы которая уже ждет апрель перетаскивал в 14 группу на январь примерно каждый второй отказался говорят не я на апрель я на апрель я на и на весну я на апрель буду весну ждать буду апрель никогда такого не было вот и прикольно что сейчас еще около 20 человек не оплатила и если они не платят а у них времени до нового года то 1 января я снова пойду туда в 15 группу и у там вот эти 20 мест на думаю там человек 10 должны оплатить а еще человек 10 наверное отвалится возможно вот эти 10 человек я буду предлагать места тем кто остался в 15 группе там еще осталось где-то человек 25 и возможно если пойдет такая тенденция что все будут ждать на апрель 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 то возможно я потом еще в instagram приду и скажу что ребята там все хотят на весну и поэтому есть место на зиму поэтому следите за инстаграмом где-то 1 января где-то вот там в обед или ближе к вечеру возможно я в instagram опубликую stories но если вдруг кто-то там быстро ответит и там состыкуемся то этот stories просто удалю то есть если вы заходите в instagram а такой stories нет это но не факт что мест не было просто я уже человека нашел и stories удалилась поэтому возможно еще места на январь будут просто но очень многие кто ждал январь и апрель в итоге хотят апрель такого никогда не было почему-то у многих и зиму не хочется через зимы такой нету снега нету и чё делать иди обучайся зачем тебе зима без снега непонятно так симпатично но вот это прямо но как-то как всегда всегда какой-нибудь не знаю в миджор ничего нибудь а так поводить это не казино это просто бизнес-игра и это не рассмотрел сейчас рассмотрел прочитал тогда нормально сначала показал что это казино и показалось что как обычно казино какое-то это же не казино тогда наоборот прикольно что как будто бы а тут игра так вот слушай вот этого девонька вот с такой игрой вот куда-нибудь на передний план поставить и было круче потому что сейчас ну реально вот она вот когда ты смотришь и но не рассматриваешь кажется что это казино первое потому что ну фишки это те круглые и зеленый стол а вот сюда бы показать коробку или просто коробку куда-нибудь поставить чтобы было понятно что это прямо настольная какая-то игра потому что тут даже слова настольные нет то есть настольная игра правильно но судя по коробке ну да настой а то смотри вообще даже нет слова настольная но это что акцент надо на этом дело что это настольная игра поэтому какую-нибудь коробку или вот смотри вот вот такие вот живые фотки сильно круче чем вот это вот безобразие какое-то неживое вот эта фотка вообще не но очень плохая она какая-то такая мутная и как на казино похоже а вот такие вот фоточки поставить только крупные большие на передние на первый экран будет сильно лучше и вообще нет слова настольная на столь а вот нет погодите настольная в принципе слова нет прикиньте на всем сайте нет слова настольная ничего себя но от края до края так делать нельзя конечно читать такие тексты невозможно ну возможно но прям некомфортно и списке под списке буллеты не должны залазить как раз сегодня ролик про это записывал завтра вторую часть допишу смонтируя на бусте закину вот а еще этом ролике буду вас с новым годом поздравлять прикольно что вы это увидите в марте или в апреле ну кто это на бусте не подписан через три-четыре месяца такие дела в общем я бы фоточки поставил какие-то сочные классные на первый экран потому что они же у тебя есть и вот такие вот ну в общем добавил что-то чтобы было понятно а настолько классно смотри играют сидят что строке как-то не очень нельзя так делать или ты делай абзац или печатай дальше нельзя вот так вот строку ломать у нас это сразу улетевший плюсик нельзя над текстом издеваться ну и в детальках надо чуть аккуратнее смотри тут какая-то запятая это прям но шляпа то есть вот в таком случае можно убрать запятую ну и так прекрасно читается а тут ты козявка какая-то тут тоже ты ставишь двойточие но при этом ты тут не не ставишь то это спрашивается зачем тогда здесь вот в принципе в заголовках лучше исполнил избегать каких-нибудь этих прикинаний точки двоеточие там . запятую или запятая все это в заголовке не нужно а утрывать строки не надо у отзывов должен быть автор автора нету как будто вот мы просто налепили каких-то текстов просто поверь нам поверь автора нету аватарки никакого нету ничего нету голые тексты вот это вот нормально и вот эти тексты надо смотрите есть правило чем блок важнее тем он выше вот этот блок вообще не продает но это просто какой-то липовый текст может он и настоящий но выглядит абсолютно каким-то фейком потому что она даже автора нету ну кто сказал а вот этот блок тут уже какие-то живые люди хотя это тоже могли там за 100 рублей просто взять и фейковые отзывы написать но они продающими выглядят они выглядят настоящими потому что тут какие-то люди и вот этот блок надо ставить выше этот вообще можно убрать это же картинка они этот текст ладно там для сего может тексты и останутся но вот этот текст а вот это я бы точно больше повыше поставил и не в слайдер бы прятал я бы вот эти вывалил не знаю штук 4 5 а то и вообще 8 вот этих отзывов поставил бы кнопку показать еще а вот это вообще вскрыл если там всего текста внутри нет это блок не каждый не козюлистый вот этот нормальный балочок такой хороший аккуратный а тут что-то развалилось все как будто бы вот это дело дизайнер дизайнер где а вот это потом в пиндюрил просто заказчик но тут тоже в пиндюрил заказчик потому что был бы дизайнер он бы заказчику сказал что от края до края делать нельзя записаться за это липкий хэдер смотрю очень много кнопок тут кнопки тут кнопка тут ну прям навалила кнопок и тут кнопка это липкая кнопка а тут кнопок не было смотрите вообще кнопок нет одна там кнопка промелькнула вот одна кнопка где-то тут промелькнула 2 и все надо как-то сбалансировано кнопки расставить например рассказываешь результате игры было бы ва-бла заказать купить как проходит игра и тут тоже много карточек которые там на 3-4 экрана и потом купить тут уже можно и не вываливать что-то так кнопок много как попасть к тебе в группу на оплатно или на бесплатно на бесплатно там в инстаграме уже столько постов про бесплатно там постов 15 наверное или 16 уже почитай там так раз расписано подробно а как если платно то напиши в личку скинь макет какой фигме чтоб я понимал что ты прям не с нуля потому что были грустные истории когда там девонька вообще не умеет ничего нам мыши в фигме не учим фигму про фигму уже есть бесплатный курс который уже там обновлен в третий раз а мы сразу фигме сложное начинаем делать вот поэтому сложно будет если прям вообще не умеешь и чтобы понять что ты умеешь то есть мне не хочется брать человека просто но заплати мне денег и пофиг что ты минуты я прям ну понимаю что человек не справится и брать человека просто чтобы заработать на нем нет пусть лучше сначала получится если не передумает потом там через три месяца придется следующим группам потому чтобы не ну и так сложно когда ты умеешь сложно потому что и времени много надо знать и домашка там каждая следующая мы у нас домашки нет простой к сложной от сложных очень сложный и вот спасибо мне тоже мишура нравится только она душная не забудь пожалуйста после стрима обновить файлик а пойдемте сейчас это быстренько вы как раз скажете обновился он или нет так куда мы идем нам нужно чё нам надо фигма хоп файлик вот элемент а я шумунула он тут это 960 его вот 960 а чего не запущен сястой а апдейт комьюнити файл но апдейт или нет типа теперь категорию надо выбрать дизайн темплейт ну да темплейт еще какая-то категория дизайн темплейт но этого раньше не было веб-сайты до пом 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 все стоит много проверьте обновился теперь или нет доня так пойдем еще кому посмотрим риту белую посмотрели кто у нас еще так сколько мы с вами чайку привет привет всем привет ну так праздник нового тоже на днях дети там уже дождаться не могут в воскресенье каждое 31 число в 10 утра подарки раскрываем уже не могут дождаться когда когда так агрызычек прислали ну да такой фон что можно было сделать и нормально чел такой узкий а кто это у нас не крипер моя вторая работа в общем большие фотки это клёво очень большие такие фотки в хорошем качестве это прям класс да за фотки и прям молодец то что ты не пишешь просто белым по темному тоже к ты даже сюда 1400 пиндюрил ну совпадение до совпадение короче классные большие фотки где-то раздобыл в интернете этот и молодец тексты конечно конские очень большие 24 это под заголовок вот смотри вот у те есть хороший под заголовок тебе заголовок и под заголовок вот когда две три строки это еще под заголовок но можно просто сделать что-то крупное если он не знаю там к нибудь фраза хорошая, или там какой-нибудь характеристик, и хочешь сделать акцент. Вот можно так сделать, таким 24-м размером. Но когда у тебя смотрите, заголовок под заголовок, заголовок под заголовок, заголовок, и потом... А вот это уже, ну, это уже не 2-3 строки, это уже надо делать нормальные тексты. Хотя, может, с зумом там чё, какая беда. Но вот это вот надо делать поменьше. Ну, максимум 20, а лучше 17. Ну, чтобы был контраст. А тут даже какой-то стиль новый. Тут такой был, тут такой. То, что у тебя заголовки крупные, это, ну, нормальная история. И зелёные классные, яркие фотки классные, но нет контрастов. Всё очень крупное. Вот если бы тебе... А, смотри, вот же нормальный у тебя стиль есть. 18. А там внутри... А чё у тебя 2? 18? Чего оно так? У тебя где-то там внутри спряталось 14? А что это в слоях? Это вообще драма просто. Да, в слоях у тебя грусть, конечно. В общем, тебе бы добавить сюда какого-нибудь контраста для текстов, и было вот это место неудачное. И это орёт, и это орёт. Фотка даже... Даже крупная фотка здесь теряется. Очень крупная. И это крупная. И кнопка огромная какая-то. 24. Ну, очень крупная. Надо контраст добавить. Кнопки сделать нормального размера 20, например. Смотри, чтобы вот это вот не орало, Shift-X нажми. И сразу орать перестанет. Оно будет крупным, и появится во-первых, контраст в плане оформления. Например, не знаю, вот смотри, орёт у тебя хоба больше не орёт. Оно крупное, оно можно только жирнее сделать. Вот. Оно крупное, но оно уже так сильно не орёт, и при этом оно осталось крупным. Или даже можно вот это, вот это. Или, смотри, ты можешь сделать акцент огромным, чтобы подчеркнуть это. Ты можешь сделать это какой-нибудь фишечкой, не бегущей строкой, например. Что-то лимитированная какая-нибудь версия, и будет вот бегущая строка, аккуратная. И тогда у тебя заголовок, иерархия останется. И вот этот вот акцент анимированный тоже будет прекрасно на себя тянуть одеяло. Но у тебя иерархия останется, а так у тебя это орёт. Вот смотри, Shift-X нажали, и уже не орёт. Уже как будто бы нормально, только больше. Там три было. Два, два, кстати, круче, чем три. Вот. И причём у тебя там два одинаковых слова было по размеру, а тут гейминг почему-то маленький. В общем, тут много каких-то стилей. Как будто бы мало, а на самом деле многовато разных стилей. А что так мелко? Вот контраст. Ну, он очень мелкий. Десять. Даже на визитках, по-моему, делают двенадцать. На визитках, которые перед носом. На смартфоне мы делаем пятнадцать. Он тоже перед носом. Ну, там вот эти ребята, которые пытаются уместить на триста шестидесяти две карточки, они-то могут, конечно, и поменьше попробовать влепить. Но вообще пятнадцать перед носом. А тут метр. Метр до вот этой штуки. Смотри, ты сначала расслабляешь человека, он даже отходит подальше, потому что оно очень крупное. Глаза у него начинают болеть. Он отходит на метр. А потом думаешь, что? Что-то как будто футер не отсюда. Ну, в смысле, не ты делал, или там скопировал, или, ну, короче, как будто просто его сюда прилепили другим. А слушай, у тебя еще и в кнопках беда. Вот эта кнопка, это читать дальше. Ну, просто кнопка, которая уводит куда-то. Это просто второстепенная кнопка. Во-первых, уже не очень клево, что мы отсюда куда-то уходим. Да, мы уходим на внутреннюю, да, там какой-то контент будет про игру, да, нам там расскажут подробнее. Но было бы классно, чтобы человек остался на странице, пролистал еще больше всякого разного, изучил. И поэтому не надо его прям так орать. Иди читай дальше. А у тебя вообще кнопок не... Вот, смотри, у тебя кнопка есть. Вот зеленая хорошая заметная кнопка. А тут почему-то на этой больший акцент, чем на этой. Ну, видишь, тень заметнее, чем вот эта. Как будто она на переднем плане, а эта на заднем. Хотя по цветам наоборот. Вот. В общем, молодец, что не делаешь белый на темном. Это молодец. Глаза бережешь. Но контраста нет. Фотки большие, сочные, классные. И вот такие, видите, ну, просто аккуратной ссылочкой сделать. Читать дальше, читать дальше. А вот там, где нужно купить, там уже делаем кнопку в иерархии самую главную. И где у тебя вообще главный призыв? У тебя же там было купить. Куда оно делось? Где вот этот вот буй? Куда он делся? Был какой-то призыв, а потом так много блоков и без призыва. Причем, смотри, у тебя купить, купить. Два подряд. Очень важных кнопки. Две подряд. А потом вообще ни одной такой кнопки. Просто уходи, 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 уходи на другую страницу. А фотки большие и классные. Это ты молодец. Так, отдыхает Леша примерно неделю от нас. Мы там просто подумали, что может быть мы с детьми потом куда-нибудь на лето. И тогда нужно начинать пораньше, чтобы потом, в общем, из-за того, что, ну, то есть сейчас-то мне, ну, нет смысла отдыхать, потому что я как будто бы и так нормально себя чувствую. Но лучше потом, больше времени. Поэтому вот в тринадцатой группе я между двенадцатой и тринадцатой отдыхал одну неделю, чтобы в тринадцатой группе ровно к Новому году получили сертификаты. То есть если бы я отдыхал две недели, у них бы там шестого января получили бы сертификаты, а это не прикольно. Вот. Так получилась неделя. И сейчас тоже неделя. Ну, вернее, сейчас даже десять дней. Стрим-то уже был два дня назад, а там пятое число. И то пятое число, это первый. Ну, как будто бы тоже такой длинный стрим. В общем, десять дней нормально, чтобы отдохнуть. Практически две недели. Вот, смотрите. Тут вот парень шарит за серенький текст. Он понимает, что мы приглушаем текст, чтобы он был... Ну, чтобы глаза не давило. Потому что, когда белый, глазам больно. Когда много белого, вот, на цветном, видите, сразу на глаза давит. Конечно, надо приглушать. Про предлоги уже не говорю. Хрен бы с ними с этими предлогами. Ну, блин, три клика не сделать. Вот тут контраст есть. Вот, смотрите, там не было проблемы с тем, что глаза болят от текста, а тут наоборот. Очень много белого на цветном, глаза будут болеть, но зато тут контраст хороший. Вот. Не больше 20, прекрасный размер. Потрясающий размер. И ссылочки аккуратные. Не вот эти вот кнопки, огромные кнопки, кнопки подробнее. А вот аккуратные ссылочки. Тут классненько. Тут, может быть, многовато текста, куда-нибудь какую-то фотку вставить. Вот между этими блоками какую-нибудь панорамную фотку такую вставить, просто, чтобы вот это текстовое месиво разрядить. Раскрытый не показал. Что происходит внутри? Верстальчик же прям бахнет от края до края. Он видит, какой есть стиль. Смотри, вот тут ты показал, да, верстальчику, что от края до края я не пишу, что я дизайнер, я молодец, я шарю. Длинные тексты некомфортно читать когда-нибудь прям на всю ширину, потому что конец потом строки сначала мне состыкуешь. Но тут ты не показал, что происходит внутри. В одну колонку, в две колонки, если в одну, то какой ширины не показал. А верстальчику говорит, о, стиль есть, ширина контейнера есть, значит, верстки делаем от края до края. Ты просто не показал, а потом вот эти ответы на эти вопросы читать невозможно. Ховера нету. Контраст классненький. Вот. В общем, вот эта работа хорошенькая. Только глаза болеть будут у ребят. Совсем потерялась. У тебя какие-то шаги здесь. Сначала нужно выбрать, а потом, как? Вот смотри, я нажимаю, и где кнопка продолжить? Или я нажимаю, а вдруг я не то нажал, а вдруг там случайно дернул? Надо кнопка продолжить, чтоб я поп и подтвердил свой выбор. Так случайно не надо. Учитывая, что у тебя нет кнопки вперед, с большой вероятностью у тебя не будет кнопки назад. Ну, супер большая вероятность. А вот кнопка появилась. А что ты ее сразу прячешь? А потому что выбираешь, потом появляется. Ну ладно, так хорошо. Вот эти штуки потерялись. Лучше вот тут где-нибудь сделать. Аккуратненько такую штучку. Вот есть. Пропустить. А назад есть. А назад нет. А вдруг я там передумал? Вдруг я так... Бывает же такое, когда ты что-нибудь нажимаешь, и потом, блин, вот ты в фокусе смотришь какое-нибудь слово, и нажимаешь. И в этот момент блин, надо было. Вот назад надо, чтобы вот сюда вы... А как назад? Непонятно. Такие сосиски длинные. У тебя поле заполнено. Ты уже показал, текст. Ты не подсказку показал, а текст. Подсказка должна быть бледненькая, светленькая. Вот смотри, вот цвет подсказки. Вот такой цвет должен быть. Вот здесь. И надо показать, каким текстом мы печатаем. И что происходит, когда печатаем? Или ты показал где-то? Ну ты показал уже напечатанные, а процесс печатания ты не показал. Вот смотри, как здесь. Видишь, вот печатаю, и появилась рамка. А я не могу печатать у тебя в макете. Ну дела. Вот видишь, печатаю, появилась рамка. И каким цветом? Ну ладно, каким цветом ты показал, это ты молодец Но не показал фокус, что происходит, когда печатаем И кнопки назад нет Вот эти шаги, они, конечно, там отвалились Где-то вообще как будто бы не в калькуляторе они находятся Хотя как будто калькулятор А у тебя же заголовок, вот этот вот заголовок По сути калькулятор Ну ладно, заголовок калькулятора Но все равно, вот эти штуки я бы куда-нибудь Или по центру поставил, или тут по центру И можно высоты больше добавить У тебя по высоте запросто можно Эти штуки куда-нибудь добавить, высота позволяет А так аккуратный макет Хотел я сказать, и вот сразу заметил, что разный этот А что он разный? А, это выбрали, это не выбрали Ну окей Так у тебя можно и... А, это конечно неправильно Ну мы либо, смотри, ты спрашиваешь Выбери дизайн, или готовый шаблон, или уникальный дизайн Вот это позволяет включить эту штуку И вот это позволяет включить Они же взаимоисключаемые, по идее, должны быть И вообще вот это вот выглядит уже неактивным Как будто бы, ну, нужно согласиться на какие-то правила Нужно там, не знаю, стихотворение рассказать Чтобы вот эта штука стала активной Которую можно нажать Вот так вот показывано То, что не нажимаем Вот смотри, у тебя чекбоксы пустые Но они визуально нарядные Ну в смысле активные, не бледные Вот если мы делаем... Не могу Вот такие чекбоксы, если сделать Вот такие Вот бледные Они неактивные Вот этот можно нажать, вот этот нельзя И у тебя точно так же выглядит вот эта кнопка Как будто ее нельзя нажать А так аккуратненько получилось Ну, широковато, конечно Тексты читать от края до края на 1300 Будет широко Вот А вроде фидбака говорилось Серым на цветном не пишем Серым вообще нигде не пишем Ну, кроме белого Так это ж не серый Смотри Есть серый Там же у него черный фон был Если мы серым... Вот смотри, как ту... А, это ж у меня другой компонтер Сейчас Где эта штука? У меня тут слева другой комп Я это... Ну, не могу А то окно сюда перетащить Вот Видишь, мы серым печатаем Вот смотри Серый на черном Прекрасно смотрится Вот Серый на черном Потрясающе Как и белый на черном Но белым на черном Нельзя много писать Потому что глаза будут болеть Вот А на цветном мы не пишем серым Это да Надо брать оттенок Фона Вот смотрите Что надо сделать Берем вот сюда Пипетка и хоба Вертальчик, конечно, не обратно Лучше всего В плане того, что тут много текстов Много цветовых плашек Лучше всего завести стиль Который будет просто полупрозрачным И тогда этот полупрозрачный стиль Он везде будет в цвет фона Потому что мы сделали непрозрачность И один и тот же стиль Просто белый с непрозрачностью Будет везде приглашен И он везде будет Вот тут зеленоватый Тут какой-то там желудки зной Тут какой-то синеватый Вот Но вообще по-хорошему Если бы у нас была одна плашка Ну или две плашки А ну чтобы верстальчика не мучить По-хорошему надо было бы Во-первых вернуть непрозрачность А во-вторых просто пипеткой вот сюда Потом ставим кроссер вот сюда И shift и вверх Вот По сути получили то же самое Но у нас в 100% Есть какой-то оттенок А тут у нас просто белый В непрозрачности Вот Есть вопрос у тебя в видео сайты Визитки, лендинги и подобные У меня сейчас задача сделать дизайн сайта Для семейного бизнеса В видео Так лучшее примеры искать не в видео А на сайтах Тебе же лучше картинку сразу смотреть Вот смотри например я в видео Разбираю какой-то макет Но тебе же видно только какой-то фрагмент Вот А если ты хочешь вдохновиться проектом Тебе лучше открыть какой-нибудь Behance Или еще какой сайт И просто смотреть сразу всю картинку А не так вот ждать пока я там отзумлю И покажу тебе футер Сайты надо смотреть не по видео А сайты надо смотреть там где Много всяких разных сайтов Ну и плюс в видео там 3-4 сайта за час Ну ладно 5 сайтов за час Вот А там галереях там 100 сайтов за полчаса Поэтому конечно надо не в видео сайты искать В ордене фидбэка Вроде да Ты это ответил Так расскажите как у вас настроение К новому году приготовились Что подарили Что вам подарили Ну-ка рассказывайте Какие вам подарки подарили на новый год Эй как это убрать Я хотел как-то ролик записать про свою мышку У меня же раньше была мышка Рокот Какая-то там забыл как я Рокот Тион И Рокот Лидер Вот И я эти мышки покупал то на ebay Они уже не производятся Вот И можно было где-нибудь на ebay достать Но у них кнопки очень часто ломались А сейчас у меня новая мышка Ну и сейчас уже полгода Я хотел обзор записать Тоже Рокот Называется Рокот Кон XP Кажется Вот Тоже миллиард кнопок И тоже практически все делаю через мышку И поэтому хотел ролик записать И сказать Вот вам классный подарок А в итоге я пошел обновлять курсы по фигме И так и не добрался до мышки Но когда-нибудь Может к следующему новому году запишу Кроссовки подарили Кроссовки классно Я в последнее время На кроссовки подсел Уже ставить некуда Нам теперь нужна комната для кроссовок Такие у нас сейчас беда случилась Снега нету А я люблю такую погоду Когда снега нету Ну да Типа нужно Но атмосфера нет Бла-бла-бла Но когда тебе машину надо чистить Несколько раз в день То как будто бы без снега Вообще потрясающе Как будто не надо вторые штаны надевать Это вообще классно Как будто И что там Сапоги не надо надевать Вообще потрясающе С каждым годом праздник ощущается меньше Было бы классно Чтобы на Новый год снег выпал А потом вся зима без снега Вот это было бы классно Да Так Соответственно Надо сайт с системой А так это я тебе ответил Сайты лучше искать где-то Ну На подборках сайтов С наступающим О Смотрите Какие у нас ребята Кстати Я хотел написать Леша А он тут как раз и пришел Что можно какой-нибудь стрим совместный провести У тебя там логотипы Да Можно Не знаю Я бы мог тебе свои логотипы Показать Чтоб ты их По полной Мне просто Где-то штук 30 есть логотипов Которые я делал 100 лет назад Но они мне так нравятся Я считал что они крутые-крутые Вот Или не знаю Можно чтоб У тебя там обзоры логотипов Каких-нибудь компаний Вот Чтобы например Я сначала свое высказал Мнение А потом ты рассказал Как на самом деле Надо было с этим логотипом поступать Короче Что-нибудь такое придумать Так Вот ребзя С Новым Годом у вас Ты бишь Да ребята Измутим Диджитал Крутые Это точно Так ладно Давайте еще пару работ посмотрим Если есть А вот Евгений скинул нам последнюю работу Посмотрим Работу И пойдем По делам А то еще тренинг А это и была эта работа Да А так мы все работы посмотрели Всем желающим Класс Редко такое случается на стримах Просто стримов давно не было Люди не привыкли Что у нас стрима есть Вот может как-нибудь После Нового Года В январе еще запущу Стримчанский Раз вам так нравится Ладно ребзя С наступающим Новым Годом Значит если тут есть ребята Которые там активничают И вам интересно Что там с активностью Я вам честно скажу Что конкурс Я человека выбрал По конкурсу Потом письма посмотрел И по этим всем историям Тоже человека Выбрал И одного И второго Вот А по активности Есть несколько кандидатов Которые так Примелькались Вот надо Не знаю Одного или двух человек Выбрать Но надо посмотреть Кто из них там Дольше всех Уже на меня подписан Кто там Давно комментирует Вот поэтому Не знаю Там завтра Послезавтра Я этим займусь И в инстаграме Опубликую Такие дела Ну то есть Если кто-то пришел В надежду Что я сейчас на стриме Расскажу Я вам честно скажу Что я еще не смотрел Не было времени Потому что и письма Много времени отняли И там 353 комментарии Прочитать надо было Под конкурсом Тоже кучу времени А еще ролик Сегодня вам записывал 23-й Первую половину записал Завтра запишу вторую И где-то К вечеру опубликую Такие дела Ладно ребзя Поздравляю всех С Новым годом Чтобы у вас В новом году Все случилось Все получилось Чтобы проектов Было много И интересных Чтобы заказчики Были только постоянные Которым Еще и даже Не надо делать скидку Они просто приходят К вам И скидку не просят Это же вот Самая беда Постоянных заказчиков Что им скидку надо делать Вот Они потом отзыв Тебе не могут написать Потому что Биржа украинская Бла-бла-бла Вот Короче Чтобы у вас Все было хорошо И вы не сидели Без работы И чтобы на стримы На наши приходили Вот Я вам еще Ролик запишу Наверное В воскресенье Какой-нибудь коротенький На минутку В шорце закину И в инстаграме закину Короче везде закину Поздравлю вас еще раз Такие дела Спасибо что приходите Спасибо что смотрите Подписаны И тут и в инстаграме И в телеграме Даже кто-то подписан Кстати ребзя Может кто не знает У меня же в телеграме Канал есть Может вам ссылку скинуть Я там конечно Не так много публикую Но я какие-то Так как это скопировать А вот Так теперь чатик найти надо Где чатик Вот вам ссылка Значит Кто хочет подписывайтесь У кого Особенно подписывайтесь Те кто не пользуется Инстаграмом Потому что в инстаграме Я публикую что-то Ну И полезное И не особо полезное Вот А в телеграме Я в принципе Скидываю только то Что ну прям Какая-то польза есть В сообщении А я что могу показать Ё-моё Вот В общем я какие-то штуковины С телеграма Сюда тоже скидываю А вот эти я штуки Еще кстати придумал Надо записать шорт Например поделить По 4 шортса На 3 По 4 штуки Наложить какую-нибудь Смузочку И закинуть тоже Как шортса Может кому-то интересно Будет и в тикток Можно закинуть Россияне мы тикток Не видят Это конечно грустненько Вот В общем я сюда тоже Что-то скидываю Вот видите Какие-то штуковины Так что подписывайтесь Такие дела Ладно Спасибо что Вы всем пришли Хорошего вам нового года Побольше мандаринок Вкусная вам оливье Скоро увидимся Услышимся Обнял Приподнял Главное помните Цените момент Компонент Наконец-то уже компонент Спасибо всем кто пришел Очень много знакомых Лиц Ников Аватарок Короче Прям так приятно Пипец Ну я же стрим особо Не афишировал Только Там выложил Там Сказал что ссылка Вот вам ссылка Приходите И столько людей пришло Ребзя Знакомых Особенно приятно Что знакомые Что не забывайте Короче Приятненько Все Обнял Приподнял Покедова Еще выйду на связь Еще всех поздравлю Такие дела Все Пока Продолжение следует... Продолжение следует...